EA Sports TV Game. Если вас заинтересует эта игра в ходе просмотра данного видеоролика, кстати, смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, будет прикольно. Вот, если заинтересует, то перейдите на канал, пролистайте немножко и... А, ладно, ссылку в описании добавлю на это видео, вы его посмотрите. Там всё показано, как скачать и как её, собственно говоря, установить. Ну, а сейчас мы выберем команды. Я решил, я думал сначала, искал, кто, так скажем, главный соперник Рубина. Не нашёл. Вроде бы там были фотки Арсенала, все тогда думал, Крылья Советов, но я таки не понял, кто конкретно главный соперник Рубина. Вроде Крылья. Но я решил усложнить свою задачу. Ну, какие могут быть Крылья, их я в любом случае сделаю. А вот как насчёт сезона, по-моему, 9-10 или 8-9. Ну, вы понимаете, о чём я, да? Фаны Рубина, такие Алды, всплакнут, посмотрят на таблицу сегодняшнего Рубина на предпоследнем месте. А тогда он играл в Лиге Чемпионов и даже смог со скрипом выиграть у Барселоны. Подрубаем Матч Дэй, информация, это нам всё не нужно. Так, ничего себе у них тут Пуёль, Альба и Джонатан Дос Сантос не будут играть. Мы включим всё-таки матч, нет, мы не будем включать Матч Дэй, потому что я думаю, что, я думаю, что, вот видите, даже в сезоне 13-14 Рубин занял 9 место. Сейчас он идёт на предпоследнем 15-м. Ну, ужас же, ужас. Матч Дэй не будем подрубать, потому что, ну, хочется всё-таки поиграть с более-менее... Конечно, вы скажете, составы не те, типа, смысл, но не знаю, не знаю. Мне захотелось, я вот... Сегодня, короче, мы поиграем. Схема 4-2-3-1, стандартная. Вопрос был, кого ставить. Кстати, Азмун, ещё молодой. Кстати, я не знаю, играет ли он сейчас в Зените или уже куда-то отправился. В общем, у нас будет играть Прудников. Обязательно. Вилла. Ну и так, кисляка мы не будем... Нет, кисляка вот сюда. Так, ещё Джалилов. А на замене у нас будет Камиль Мулин, который, кстати, снимался в ролике Красавы. Так, это, по-моему, я не помню, про торпеды или что-то типа такого. Я уже не помню, я не смотрел этот ролик. Честно, не помню. Камболов. Мощный парень, жёсткий. Ну, как бы... Так, а по-моему, этот же Камболов у меня в Волге. А, тьфу, Волге Колодин. Да. Всё. Ну, ещё сюда Вакасу мы поставим. Всё. В принципе, можно начинать играть. Я специально вам так показываю. Не для того, чтобы вы сразу же ушли. Нет, просто... Так, пенальти у нас будет бить... Да, пофиг Ерёменко. Ерёменко Кулик Торбинский. Капитан. А-а-а. Капитаном у нас будет... Не понял. А где? А, вот он, да. Мой сладенький капитан у нас будет... Будет... И даже не Рыжиков, а Шаронов, который начал очень круто сезон, но, к сожалению, провалился. Но, по крайней мере, из этого состава у нас... Ну, из того барселоновского Вальдес, Алвес, Пике. Пике, по-моему, уже был. Или он в Монсити. А Маскирано точно был. Бускец, Хави, Иньеста. Они все были. Месси тоже. Пуёля, кстати, не поставили. Ну, ничего страшного. Звезда футбола. Все, как обычно. В общем, поехали. Раз, два, три. Го. Я вот так подумал, и мне что-то стало страшновато, ребят. Фух. Не знаю. Дадим бой. Дадим. Только почему-то мои игроки пятятся. А мы их в атаку немножко отправим. Что? То есть, одна передача от Хави на Неймара, и это уже мог быть опасный момент. Ладно, поехали дальше. Хорошо, продвигаемся. Так, Еременко на вилу. Камболов. Ой, как плохо Барселона обороняется. Вакасо. Есть шанс на хороший прострел. И прудников. Блин. Ладно, прострелами лучше не играть. Попробую через центр. Там все дела. Но уже хорошо, что мы контролируем мяч. Контролируем ход событий. Камболов. Вакасо. Ну, здесь грех не передать. Блин, удар какой-то слабый был. Да и Вальдес. Не зря он был лучшим вратарем. Ну, не лучшим, а в смысле за Барсу играл очень долгое время, продолжительное. После которого в пятнадцатом сезоне его сменил Тештегин. А сейчас мы попробуем еще... Нет. Нет, нет. Пока что у нас не... Но! Смотрите. Сатакущий в четыре. Два-три-один. В атакующем стиле мы смогли зайти на сторону соперника. И тем самым предотвращать любые атакующие угрозы. Практически. И это, я думаю, достойно. Ой, а вот это я... Второй раз уже повезло. Ну, ничего страшного. Рыжика в любом случае может, если что, затащить. Большой упор будем делать на нашего вингера Вакасу и Торбинского, который располагается на левом фланге. Если что, заменим на Кагдениша, когда они устанут. Кстати, я посмотрел, я думал, Еременко, который за нас играет, он русский. Видимо, у него все-таки есть русские корни. Но оказалось, что... Ну, когда я играл против сборной Финляндии, снимал Россия-Финляндия, оказалось, что Еременко финн... Прикиньте. Я реально загуглил и посмотрел, что он из Финляндии. Так, вот сейчас опасно было, но ваут. Вот, мне что-то так нравилось рекоментировать, поэтому я что-то не захотел нарезать. Тем более, что... Времени для нарезания у меня нету. Если хотите, чтобы видеоролики выходили хотя бы через день, то я могу выпускать в таком формате без нарезки. Нифига себе, Вакасу, куда побежал? А вот поддержки... Поддержки нету, к сожалению. Но можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Пике, брысь. Нет, не получится. Главное, говорить спокойно, чтобы горло не разодрать. Вот. Вакасу. И попробуй там как-нибудь. Нет. Ну, по владению мечом, я думаю, мы все-таки занимаем хорошую позицию. Ну, лучший я имею в виду. Кулик, попробуй. Что? Так, вот я сейчас показываю вам, что звезда... Я понимаю, что тут можно как бы сделать туда-сюда, но я ничего не менял. Я ничего не менял. Вот мой состав, бич. Атака. Вакасу. Передача на... Кулика здесь выиграл. Хави вообще курил в сторонке где-то. И вот такая вот крученая фигня залетела. Мне нравится. Это реально прям крученый удар. Класс. А вот повтор, когда Серкио Бускет смог мне забить, но у него это не получилось. Прикольно играть. Кстати, 6 минут. Не торопишься. У тебя есть много времени. Не, а если бы играл 4 минут, сейчас был бы уже конец тайма, я бы был на нервах и не успел бы даже забить. Вряд ли. Вряд ли успел бы забить. Ой, а сейчас вот это страшно. Это действительно может быть заявка на гол. Потому что это месси и это здесь так работает. Итак, итак, итак. Сейчас нужно выйти из обороны. В Акасу. Хорош. А мы вот так вот попробуем сделать на Прудникова. Нет, не получается. Пока что не получается. А вот у нас ни линейной защиты, ни прессинга, к сожалению, нет. Эта схема не позволяет нам такое делать. Вот. Ну, пока что тут месси на Неймара. Сразу же... Нет, не получается. Сразу же это сделать. Ну, так, что... Оу, как они тут разыграли. Раз, два, три треугольничек сделали. И уже здесь опять штрафной. И это, кстати, тоже может быть опасно. На полном серьезе, я вам говорю. Так, а я вот и говорил. И это да. И Барселона сравнивает. 1-1. Неймар на подсосе забивает. Сейчас посмотрим этот весь момент. Вот он Неймар. А вот его Шаронов бьет. Реально, надо было сильнее ударить этого симулянта. Не, ну, смотрите. Месси почему-то закручивает не в этот угол, а... И сейчас посмотрим, куда смотрели защитники. А, никуда они не смотрели. Ну, потому что нужно смотреть. Сейчас посмотрим под нормальным ракурсом. Не, ну, тут как бы уже удар не тащился бы в любом случае. Окей. Сейчас главное, что сделать. В атаку никуда не... А, и вот, видите, опять провалы. Торбинский, давай. Все. Сейчас поплывем. Еременко. Так, все. Шаронов. Красавчик. Хорош. Пас на вакасу. Здесь не заигрываемся с мечом. На Цезаря Наваса. Кулик. Я не знаю, наверное, единицы досмотрят этот видеоролик до конца. Но мне нравится комментировать. Так что... Ребят, сорян. Прудников, давай беги туда. У меня тут для тебя... Нет, ничего, к сожалению, нету. Вилла. Так. Не туда. К сожалению, не туда. А мы вот так вот финтами... Там целых два игрока стоят. Так. Really? Nigga. Прудников. Хорош. Это пас был от Торбинского. На Прудникова и Прудников. Ну, слушайте, хороший удар. Но у Вальдеса офигенная реакция. Цезарь Навас выиграет верх. Нет, не выиграл. Первый на мяче, к сожалению, он не был. Так, а это откровенный офсайт. Так, я не понял. Это что за фигня? Вот момент касания мяча. Где Месси? И это, по-вашему, не офсайт? То есть компьютер считает момент приема мяча, а не момент... Ну, хорошо, что... Кто это там был? Кто это? Камбулов хорошо сыграл. Если бы не он, то вон Месси как долго вставал. Кстати, в сезоне... Это, я не знаю, 9-10 или 8-9. Когда там, по-моему, в 9... Ну, не помню, в каком году Барселона обыграла... О, фу. Рубина обыграл Барселону. Там тоже Месси был, если не ошибаюсь, на острие. Но это не точно. И очень прикольно. Помню еще... Арсенал выиграл Барселону тоже 2-1. И там Месси был в действительности на нападающем. И это смотрелось очень прикольно. То ли он на цапнике там бегает, что-то делает. То ли он на нападающем. Это было весело и прикольно. Но он реально там что-то тащил, бестил. И со скрипом Арсенал все-таки смог выиграть. Там, кстати, Аршавин второй гол забил. Это было прикольно на противоход тому же Вальдесу. Мы тут отвлеклись с вами. Еременко на Вакасо. Нет, Неймар оказывается быстрее. Он действительно быстрее. У него скорость 90 чем-то. А у Вакасо, по-моему... Нет, у него... Не помню я сколько у него. У него 80 с лишним, что ли. 87. Не помню точно. Так. Надо будет потом посмотреть владение мячом. Так. Вакасо на Кулика. Прудников. Ой, Хара. Плохо, плохо, плохо. Но мяч наш. Мяч наш. Вилла. Прудников. Сюда. Нет, штрафной мы не зарабатываем. К сожалению, Месси ищет варианты для паса. Вот у меня сегодня хорошее настроение. Я записываю. И вроде даже игра идет. Так. А вот здесь надо... Ой, ошиблись. Ой, ошиблись. Так, Шаронов, давай не тупи. Так. Пас. И это... Так. Не, блин. К сожалению, кто там оказался быстрее, чем Вакасо. Вакасо уже второй раз проигрывает в скорости. Но так я не понял, кого он... Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Это ж серьезно? То... А вот это что-то под спидами. Фух. Не, ну это чисто Месси на... Я не думал. Я думал, либо он промахнет. Кстати, небольшой ляп от Фифы. И посмотрите на этот... На логотип Рубина. Вот он, логотип Рубина. И логотип Рубина здесь. Ну, откровенный ляп. Посмотрим. Месси, что он делает? Он пробегает. Во-первых, у нас тут проблема, конечно, в защите. Но это минус атакующей схемы. Если бы не атакующая схема, то Барселона бы владела мячом постоянно. Так, это у нас кто тут ошибается. Это Камболов, по-моему. Ну, вот так откровенно забить. Вот-вот. Что это такое? Я не знаю, что дело Рыжиков. Но на самом деле это кажется, что легко. Но мяч летел довольно-таки быстро. Поэтому, не знаю, у Рыжикова, видимо, не хватило шансов. Ну, прыжок, кстати, красивый, но неэффективный. И это связано с тем, что у Фифа ограниченность симуляции. Симуляции вот этих вот... Тьфу, каких симуляций? Анимаций. Вот. А вот и статистика. Точность по 180. Мы по владению. Мы по всей стати, кроме ударов, мы превосходим. Я думаю оставить Прудникова, потому что он мощный. Кстати, быстрый. Цезарь, на вас, давай-ка сюда. Есть тактика. Вот мы сейчас... Так, давай-ка сюда. Аккуратно. И это тоже может... Так. Есть такая тактика. Мы попробуем. То есть мы на себя заманиваем. И когда к нам подбегают, мы отдаем пас. Тем самым у нас игроки остаются... Во-первых, они устают. Игроки соперника. Ну, это Барса, она не устанет. Потому что это Фифа. И потому что это Барса. Это во-первых. Во-вторых, мы тактический превосход. Видите, все. У Барса провал. У Барса провал. А вот здесь мы вот так. Вот так. А вот не туда Фин сделал. Надо было в другую сторону. Блин. А, кстати, там что серьезно? Там... А почему? А, ну, окей. Так. Отработанная схема. Два Финта. И ворота. Блин. Отскочил. Отскочила Барселона. В прямом смысле этого слова. Ну, такое, потому что не сэвица. Повезло. И не ест, а красавчик. То, что вытащил. Так, Месси, привет. Привет. Так, привет тебе. От дяди Васи из Ассоци. Астрахани. Алвес почему-то оказался здесь. Но это неудивительно. Потому что Алвес, он тоже часто выходит в атаку. Нет. Все-таки Прудникова мы вскоре заменим. Теперь Барселона во втором тайме берет инициативу в свои руки. И нам нужно все-таки по тактике. По тактике. А не по... Потому что по физухе мы не вывозим. Ну и по остальным таким критериям. Торбинский. Хорош. Так. Что? А как... Как у него это... Да! Даняус? Серьезно? Ну подловили, подловили. Так. 2-2 у нас получается счет. Слушайте. Слушайте. Я рад. Торбинский здесь... Я не понимаю, кстати, как его Даня Алвес все-таки догнал. Но, видимо, быстрый... А нет. Вот это ошибка была. То, что я ушел немножко вбок. Это была фатальная ошибка. Но также фатальная ошибка была то, что... Это кто? Это Маскирано? Маскирано... Ну, во-первых, говорят, что виноват дающий. Следовательно, виноват Алвес. Но также виноват и Маскирано. Я, кстати, сначала нажал на пас. Но потом я уже нажал на... На... Так, сейчас дайте я скриншотик сделаю. И потом я уже нажал на удар. Ну, потому что такой момент. И не воспользоваться. И как бы до свидания. До свидания. Все. 2-2. Сейчас надо попробовать. Конечно, это Барселона. Она сильная команда. И, следовательно, они будут стараться отыгрываться. Но в оборону я уходить не намерен. Сейчас. Хочу посмотреть владение. Кстати, владение увеличилось. Ребята, и точность пасов тоже. Мне кажется, Барселона здесь... Что? А вот как это обыгрывается? Все, я понял. Это Санчес у нас играет. Как он так обыграл? А, он просто ушел вбок. Окей. Повтор. Так, тихо, тихо. Бот, спасибо тебе. Так, Прудников. Нет. На Еременко здесь... Ой, слушайте, какой хороший подкат. Я предлагаю еще ввести рубрику такую. Когда я буду играть за Рубин. И, например, Рубин против Зенита играет. Вот, допустим, на следующей неделе. Но я не знаю, с кем он там играет. И вот я буду за Рубин играть против Зенита. Это будет такая, знаете, рубрика прикольная. Но если вы ее поддержите. Если нет, то я не буду ее делать. Потому что все-таки у меня аудитория более-менее неплохая. И я должен к ней прислушиваться. И самовольно что-то делать тоже как-то будет не найс. И это... Тьфу. Просто обычно с такой позиции залетает. Тем более это Месси. А у Месси все залетает. Поверьте мне. Скорость у Еременко, во-первых, фигня. Поэтому мы тут остановимся. Вилла. Так, Кулик. Мавинга. Опа, Торбинский, привет. Ну, а Прудников куда ушел? Вот вы мне скажите. Прудников, ну, хотя бы угловой. Или нет? У меня еще такая мысль была, что можно было, например, получить мяч и назад уйти. Но это было бы сложно. По исполнению Прудников не такой финтер, как кажется. Так, у нас тут... Даже если дойдет до... 2-2 останется до конца матча. Я предлагаю сыграть дополнительное время. Потому что, ну, как бы... Дополнительное время оно будет изматывающим. Ибо команды устали. И это покажет наш характер. Пока мы с заменами не будем торопиться. А то позаменяем, а они устанут. И все, и как играть? Опять Барселона взяла инициативу в свои руки. Но тут подкат и... До свидания, финт. Но тут... Нет, уж уходим, уходим. Фух. Вот так вот мы... Нет, не получилось у нас отобрать. Пики. Вот. Вот, все. Так, давай-ка. Забросы тоже не проходят. Но там игра рукой. И мы приближаемся к территории Барселоны. Обратная передача. Так, Кулик забегает. Давай-ка на него. Нет, не получилось. Даже Навас в нападение пришел. Так. Ну... Не получается. Сейчас опять на Месси. И они там опять не увидят офсайд. Вот 100%. Или на Неймара. Но пас не состоялся. Еременко. Так, там никто не... Там все закрыты. Нет. Не выигрываем мы по скорости. И... Что-то в смятении. Тима находится у нас на... Так. Кулик опять сюда. Мы подождем, пока вся команда перейдет на... В сторону соперника. Нет смысла идти туда. Так. Моя Винга на Еременко. Нет. Что-то... Долго засматриваться на... Красивых девочек в... На трибуне нельзя. Казанских. Потому что вот может прилететь. Может прилететь. И... Это закономерно. Конечно, мне хотелось выиграть. Но... Все честно. Все честно. Звезда футбола. И поэтому... Нет. Все-таки надо косить. Плевать на красную карточку. Нужно косить. Определенно. Нужно было косить. А то... Ну... Обидно. Что-то не понимаю, почему Рыжиков не прыгнул. В общем, меняем. Делаем заменки. Место Прудникова. Мулин. Место... А все. В принципе, можно еще заменить Торбинского на Кагденниша. И Джалилова вместо Еременко. Все. Тьфу, а зачем я Еременко заменил? А можно назад? Нет. Это уже нельзя. К сожалению. Окей. Мне-то пофиг. Я постараюсь все-таки не просрать. Так, Шаронов ищет вариант для передачи. Находит его обратно. Шаронов, Месси, Цезарь Навас. Ой, зря я тебя не покося... О! Так, у нас остается 10 минут игрового времени. И Месси уходит. Так, он фалит против... Ты что, больной что ли? Ты коротышка. Вот. Вы понимаете, Цезарь... Так, а что это такое? Невидимка. Ну, это баг, потому что типа Месси удалили, а следовательно... А игра не допилена. FIFA не допиливает свои игры. Ну, с Electronic Arts игра не допилена. Следовательно, типа Месси нету, поэтому призрак. Поэтому призрак. Так, давай-ка обыграй. Так, Шаронов... Так, Вакасо. Хорош. Ну-ка, попробуй и Мулин. Ой, не-не-не-не. А Барселона умная команда. Она тупо не выносит. Фабригос, кстати, вышел на поле. Мулин. Красавчик. Давай-ка попробуй. Но это, конечно, сложно. Тем более у него... По-моему, сильная нога правая. А он бьет с левой. Вариантов для передачи не было. Следовательно, ну, безнадега. А мы сейчас попробуем. Так, это надо будет влево. Да, значит, это вот так. Раз. Так, штрафной же, штрафной. Ну, ладно, штрафной нам не нужен. Мы... Итак, сами с усами Джалилов. Ой, нет, это хреновый удар. Нет, слушайте. Ударчик-то у него плотный. Но вот давай... Мулин, зачем я тебя... Чтоб ты гол мне принес. Ну, блин. Ну, это как бы... Тем более там Вальдес отреагировал очень медленно. И будет, конечно, обидно, что мы проиграем. Но это футбол. Серьезно. Кстати, тут Фабригас почему-то очень высокий. Не знаю. Протеина наелся, наверное. Так, Кулик. Сюда Мавинго. У нас еще есть время на одну атаку. Такую позиционную. Джалилов на Мавинго. Так, сюда. Ой, давай. У тебя есть шанс, парень. Давай, давай. Так, сюда. А мы вот так вот уберем под себя. Давай еще финт. Так, это сюда. Сохранили. Так, Мавинго на Кагдениша. Кагдениш сюда. Так. А это было разве в мяч? Ну, ладно, окей. Так. Сложновато очень. Потому что я не вижу вариантов для... Ой, офсайт, блин. Че я сделал. И нам уже не дадут сыграть. Фух. Жалко, конечно. А может и дадут. Нет, дадут сыграть Барселоне. А когда мы отберем мяч, нам скажут... Дзинь. И все. Ой, какие вы... Пидерасты. Ой, назад отдать вперед. О-о-о-о. Все понятно. Катаем, да? Так. Ну, слушай. Давай. Нет, все. 3-2. Была очень упорная борьба. Я, по-моему, играл целых полчаса. И монтировать не собираюсь. Иначе зачем я драл свое горло. Итак, сведения о матче. Голы 3-2. Всего ударов у нас, кстати, было больше. 8-11. Даже ударов по воротам было 7-9. Отбор мяча у них 28. У нас 36. Нарушение 2-5. Карточки Месси. Сваливший наглый коротышка. У нас 0. Мы играли более-менее культурно. Угловые 0-3. Оффсайды 0-1. Ну, я с лошарил отдал пас. Нечаянно. Точность пасов у нас, кстати, выше. У нас выше владения мячом. У нас больше 61%. И непонятно даже, где была Барселона. Там или на другой стороне поля. В общем, это достойный результат. Я, ну, я хорош был. Ну, объективно. В общем, если вы досмотрели до конца. Вот прям до конца досидели. Вы офигенные люди. Просто лайк вам. Ну, и также, что еще могу сказать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Потому что... Потому что я так сказал. Вот. Все. А я пойду запишу сборную России. В общем, всем пока.